Решил тебе море подснять. Приехал домой, выгрузил рыбку. Сегодня прям красота, солнышко светит. Тепло, знаешь, как тепло? Я думаю, что раньше здесь тепло настанет. Вот под таким солнцем точно можно уже загорать электротранспорт. Я здесь по песку покатываюсь. Нормальные колесики такие у него. По 2000 киловатт каждая. Пеленгаз взял, я тебе фотку сбросил. Красавцы такие прям вообще один к одному лежат. Это маленький, а есть огромный пеленгаз. Мне сказали, что в нем только один хребет и костей вообще нет. То есть рыба просто обалденная. Рыба свежая есть, рыба мороженая есть. Всякая короче. Какие-то огромные рыбины есть. Не знаю по сколько килограмм. Там килограмм по 20. Вот. Короче, рыба много. Хорошо. Мне нравится. Вот. Ну и так я понемножечку взял разные рыбки. Чтобы приготовить, покушать. Тюлечку. Сейчас поеду вот до центрального пляжа. Успею на нас ездить до этого. У меня доставка просто с 10 до 8 вечера. Что дольше? Сиденье. Взять еще должен подойти сварщик. Там надо люк сделать. Ему сказать. Сливы, отливы. Воды. Вот. Вот. Поеду, наверное, успею. До центрального рынка. Там специи. Специи мне нужны для рыбы. И уксус взять. Для меленькой тюлечки. Вот. Засолю тюлечку. Поставлю ее. К вечеру уже можно будет кушать с яичками. Вот. А этот. Специи. Чуть-чуть там. Да. Надо подкинуть. Будет супчик рыбный. Сейчас поеду. Наборчик какой-то возьму. Ну, универсальный может даже возьму какую-нибудь. И в итоге успею, наверное, вернусь еще. Даже ждать буду. Что-то у них здесь, короче, не очень торопятся люди. Ну, примерно вот у вас столько и все. Ладно. Я, кстати, заметил тут размеренность такая. Что-то ходят. Все камошатцы, конечно, с одной стороны. С другой стороны тут не торопятся особо. Спокойно живу. Вот такие. Нету той движухи. То, что мне нравится. То, что спокойствие вот это. И сам как-то спокойнее. Это в еду там по лавочкам, по прилавочкам что-то бормочу себе под нос. Мне там, так, 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 морковочка. Не, не, это не такая. Другую там с бабушкой стали. Там какая морковочка? Она говорит, не берите только тупоносую. Потому что, говорит, остроносая это кормовая. Берите, говорит, вам куда? На корейскую морковку? Я говорю, да нет, нет. А, ну тогда вот по 35, наверное, будет. Самую большую берите. А отказывается, самая большая, а она самая дешевая. Вот. Ну, морковь сочная, я вижу, нормальная. Вот. Звучок там туда-сюда, короче. Редиску. Насыпал мне редиску, короче. Но у меня там что-то мелочи не хватило. Там рублей 12, что-то там. Мелочи, короче, какой-то. Я не стал в торбе размять. Говорю, это редиски отсыпьте. Я думал, она оставит. Скажет, а ну и ладно, как бы. Нифига. Она развязала опять пакет. Достала оттуда там 5 штучек или сколько? 6 штучек маленьких. Взвесила, все посчитала. Все точно, как в аптеке. Я думал, блин, ну ладно, короче. Ну, я понял вывод, что я у нее больше брать не буду. Потому что, ну, обычно как, знаешь, так это. Люди приманивают там. Ну, и 5 штук они роли не сыграют. У нее больше гниет там и так далее. Там если покопаться, там если наложил, там некоторые расколоты уже, хотя они свежие. Но, тем не менее, как бы, знаешь, подход, конечно, за копеек. Я думаю, что, ну ладно. Я-то себе галочку поставил, что не буду мимо проходить, а вот других не брать. Ну, если только в том случае. Если не будет, а не в тебе надо, да. У нас будет. Все, короче. Всех хорошего настроения. У тебя море, корабли. Несколько. Сочи.